Мы зафиксировали несколько граждан, которые зашли без масок. Мы им говорим, чтобы они одевали, одевают. Нет, у вас что, не хватает на время жестких мест? Все есть у нас. А где у вас дежурный? На межведомственном рейде по торговым точкам города сотрудники обнаружили нарушения в исполнении санитарно-педагогических мер. Полицейские сделали замечания работникам и горожанам. Некоторые получили штрафы. С начала пандемии приведено почти 20,5 тысяч мониторингов объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Охрана стоит на входе в торговый центр. Ему плевать. Хоть я голый зашел, хоть я в маски зашел, хоть я в противогазе зашел. Я просто постоял в сторонке и понаблюдал. Я был в маске, я всегда хожу в маске. А когда я уже непосредственно соприкасаюсь с товаром каким-то, я одеваю целлофановые перчатки. У меня в машине всегда целлофановые перчатки. В лучшем случае один-два человека на весь автобус, который носит маску. Остальные без масок. Водители без масок. В связи с указом губернатора объектам потребительского рынка необходимо провести санобработку. По итогам работы оперативного штаба за весь период пандемии уже обработано 1224 крупных и средних торговых комплексов, а также 3048 сетевых магазинов и объектов в шаговой доступности. Более того, многие из них проводили санобработку неоднократно. По физическому лицу, по опыту прошлого года, штраф первоначальный тысяча рублей. Но он может идти с нарастающим, поскольку это уже рецидив. Для юридических лиц это может быть штраф достаточно серьезный, и 100, и 500 тысяч. Для должностных лиц это штраф от 10 тысяч и выше. Поэтому я очень не хочу, чтобы люди несли материальный ущерб. Я не хочу, чтобы бизнес, которому без того пришлось не сладко, вот в эти коронавирусные времена, еще разорялся бы и на штраф. На совещании отметили, что горожане стали более осознанно относиться к эпидемиологическим правилам. Однако по-прежнему остаются те, кто агрессивно реагирует на замечания или просьбы надеть маску в торговых центрах. Дмитрий Кулагин призвал оренбуржцев следовать всем рекомендациям и общим правилам, так как статистика заболевших и умерших от ковида продолжает расти.